Как огородить не только детей, но и людей постарше от участившихся в дорожно-транспортных происшествиях? В решении этой проблемы к сотрудникам ГИБДД присоединились старейшины, главы муниципальных образований и сельских поселений, судебные приставы, а также активисты молодежи. Встреча прошла в актовом зале администрации Назрани. Поиск действенных мер для лихачей в репортаже Светланы Томовой. Ужасающие кадры с места ДТП и не менее страшная статистика. Только за последние 8 месяцев текущего года на территории Ингушетии зарегистрировано 146 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 36 человек погибли и более 250 получили ранения. Особо хочу отметить следующую категорию нарушений, которая является так или иначе причиной аварии. Это управление без управления транспортными средствами, не имеющими права управления, лишенными права управления, а также находящимися в состоянии опьянения алкогольного и наркотического. В сумме своей 73 ДТП произошло за этот период. Это 50% ДТП. То есть каждая вторая авария произошла по вине водителя, который не должен был оказаться за рулем. Никак. Потому что не имеет права, либо лишен права управления, либо находится в состоянии опьянения. Чаще всего торопливые автолюбители совершают обгон, пересекая сплошную линию. Риск тут не оправдан. Даже эта маленькая спешка может стоить своей или чужой жизни. Но об этом, видимо, никто не задумывается. Главы сельских поселений сетуют, что на оживленных участках дороги возле школ никогда не видят патрулирующую машину госавтоинспекции. Ведь именно в таких местах и происходят наезды на пешеходов и аварии. Хотя бы для профилактики. Когда-нибудь, ну неделю один раз, месяц один раз. Хотя бы. А нарушители все идут. На зеленый идут, на красный идут. Люди, дети разбегаются. Все это. Согласен с тем, что очень слабо организована работа на многих участках. Но надо понимать, что мы не можем реально выставлять на маслах, на маслах и ваше, да, потому что у нас личного состава для этого никак нет. Тем более, что в прошлом году сокращение хлорей. У нас там сократили огромные целые западания, сокращали людей. Поэтому приходится, исходя из того, что у нас есть, даже пасты сократили, думали, что мобильный наряд жирный, елокон. Пасты сократили, тоже взяли людей и сократили. Поэтому объективно, мы можем, да, я абсолютно согласен с многими вещами. Секретарь Совета Безопасности Ахмед Зейтова интересуется, достаточно ли тех мер, которые проводят главы муниципальных образований и представители ГИБДД по решению этой остро стоящей проблемы. Ведь различные профилактические работы необходимо проводить регулярно. Не вижу реально, реально работы со стороны муниципальных образований. Да, дороги, все это делается. А работа с населением, а работа с нарушителями. Эти же люди живут у вас, с населенных пунктов ваших сельских поселений. Все, кто нарушает, все, кто совершает потом, дальше продолжает совершать правонарушения. Какую работу вы с ними проводите? Куда вы их вытаскиваете? Где вы их ставите на суд чести перед своими родственниками, перед своим тейпом, перед населением населенного пункта? Представители судебных приставов на встрече отметили, что у них в производстве только за этот год находится свыше 150 тысяч материалов дел с различными нарушениями ПДД. Из них 82 тысячи уже отработали и взыскали 55 миллионов рублей. Несмотря на все предпринимаемые меры, с каждым годом количество нарушений и штрафов увеличивается, отмечают они. Однако наши правонарушители как нарушают, так и продолжают нарушать. Их не останавливает то, что каждый административный штраф, который возбуждается нами, идет у нас и своя мера действия на них. Это, например, такая и такая мера, как исполнительский сбор. Например, штраф 500 рублей, установленный добровольный срок в соответствии с нашим действующим законодательством Федерального закона об исполнительном производстве, если в течение 5 дней он не исполнен, выносится исполнительский сбор. Это 1000 рублей. То есть 10%, но не менее 1000. Это на физическое лицо и 10 тысяч рублей на юридическое лицо. Потому что у нас есть такие нарушения, которые допускают автотранспорт, который чистят за юридическими лицами. Старейшины призывают молодежи республики вести себя, как и подобает настоящим ингушам. Ведь Эздил необходимо показывать не только в повседневной жизни, но и на дорогах тоже, при этом проявляя уважение к другим участникам дорожного движения. То же самое касается и тех, кто часто бывает на свадьбах и ведет себя неподобающе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Статистика аварии и смертей на дорогах ужасает. И чтобы сводки ДТП не поступали как фронтовые потери, каждому водителю необходимо соблюдать элементарные правила дорожного движения. По завершению встречи Совет Безопасности рекомендовал усилить работу как представителей муниципальных образований, так и сотрудников ГИБДД в этом направлении. Светлана Томова, Рамзан Зурабов, Новости 24.